Господа небес и земли и того, что между ними, милостиво, не будут обладать они от него возможностью речи. Т.е. не посмеют заговорить. Мы уже поговорили о слове Раббун в предыдущем айте, поэтому не будем повторяться. Ас-самавату по модели Фаалятун – это множественное число слова Самаан, значит букву Вау в форме множественного числа Самаават указывает на то, что Хамза в форме единственного числа изначально была буквой Вау. Мы уже говорили о том, как Вау заменили на Хамзу. Ас-самавату – это Исмун Суляциюн Мазидун Фиги. Это трех буквы на имя с добавлением Алифа после Айна, вторая корневая буквы, а также Алифа Ита на конце. Альфа – это Харф, значит мы пропускаем его. Что касается слова Эрдун, то мы поговорили о нем в 6-ом айте. Альфа – это как мы сказали Харф. Альфа – это Исмун Маусуна – относительное местомение. А как известно, все относительные местомения относятся к словам с неизменяемым окончанием, а значит так же как и Хуруф, так же как предлоги и частицы не будут здесь рассматриваться. Байна – это Исмун Суляциюн Муджарадун – трех буквы на имя без добавления. Так как его Айн – его вторая корневая буква является слабой буквой Я. Хума – это местомение, слово с неизменяемым окончанием, которое не рассматривается наукой Сарф. Альрахмана – это имя по модели Фа'ляну. Суфатан Мушаббатан – имя прилагательное, уподобленное имени действователя. Суфатан Мушаббатан – бисмильфа'или. От глагола Рахимя и Рахаму. Альрахмана – это Исмун Суляциюн Мазейдун Фийхи Харфани – трех буквы на имя с добавлением двух букв. Альфа и Нуна – после Лама, то есть на конце. Сахихун Салимун. Ла Ямалькуна – Ла. Ла – это Харфы Нафин – частица отрицания. Как мы знаем, хуруф не изучается данной наукой. Ямалькуна – это Фа'люн Мудалюн – глагол настоящего будущего времени по модели Яф'алуна. По модели Яф'илюна – от глагола Малека Ямлико. Фа'люн Суласиун Муджарадун Сахихун Сальмун – трех буквы на глагол, без добавления. Правильно, здоровый глагол, так как его корень свободен от трех недостатков. Мута'аддин – переходный глагол, требующий мафолиби и прямое дополнение. Чем и является слово хитабан. Минхумин – это Харф. Аха – это Дамирин – местомение. А значит, оба слова не будут здесь рассматриваться. Хитабан. Хитабан – это мастер глагола Хатаба и Хатаба – породы Фа'ля. Один из двух его мастеров. Второй – это Мухатабатун. Значит, хитабан – это то же самое, что Мухатабатун. Хитабан – по модели Фа'алун. Хитабан – это Исмун Суласиун Мазидун Фийхи Харфун. Трех буквы на имя с добавлением одной буквы – Сахихун Сальман. Следующий ает – это Явма Якуму р-руху вал-малайкату ссофа. Ла я текалямуна илля ман азина ла хар-рахману ва кала саваба. В тот день, когда Дух, то есть Ангел Джибрил, и Ангелу станут рядами. Не будет говорить никто, кроме тех, кому позволят милостивы, и говорить они будут правду. Имя Явма мы уже разбирали в 17-м аете. Якуму – это фа'алун мударин – глагол настоящего будущего времени по модели Яф'улю. В основе было Якуму. Разбирая 30-й ает, мы подробно поговорили о подобном глаголе Язуку, а также Назиду, поэтому не будем повторять здесь все это. Скажем лишь, что Домму Вау передали здоровой буквой Кав, после чего у нас получилось Якуму. Как мы раньше разъясняли, слабая буква Вау всегда будет здесь с суконом. И поэтому, если после нее приходит суконированная буква, то она будет удаляться из-за встречи двух суконов. Например, Якуму в основе, потом Якуму после передачи огласовки, и, наконец, Якуму с удаленным Вау. А если после нее приходит огласованная буква, то из-за отсутствия причины удаления она не будет удаляться. Например, Якуму и Якуму после передачи огласовки. Как мы видим, мы Вау не удалили. То же самое Якуму. Приведем споряджение глагола Якуму. Итак, Якуму, 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 Якумуна, Такуму, 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 Якумуна, Такуму, Такуму, Такумуна, Такуму, Такумуна, 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 Акуму, Накуму. Итак, Кава, Якума, Кавама, Якуму в основе. Значит, Кавама, Кавама — это фиалун, сласиун, муджарадун. Трехбуквенный глагол без добавления. «Гойрусахихин», «Гойрусальмин» – неправильный, нездоровый глагол, так как его «Айн» – его вторая корневая буква – это слабая буква «Вау». И как мы знаем, глагол, у которого средняя, то есть вторая корневая буква является слабой буквой, такой глагол называют «Аджвафу» – пустой глагол. «Аллаху Алям».